С нами рядышком Нона Растумян, главный судья чемпионата России, поэтому мы будем брать интервью, отвлекая немножечко Нону, потому что она должна все-таки следить за ковром. И по вчерашнему дню, вот с точки зрения судейства, как сложился вчерашний первый день, когда три категории разыгрывались? Вот твое мнение. Мое мнение, все было очень хорошо, были челленджи, мы их рассматривали, принимали решения, и, кстати, было очень мало, слава Богу. День прошел спокойно, хорошо, победители определились все, как и должны были, кто был сильнейшим, тот и победил. Были очень хорошие встречи, чемпионы мира боролись во всех финалах, и сегодня у нас 74 килограмма, очень сильный вес, поэтому борьба очень интересная, прямо вот с квалификацией. А какая схватка, вот вчерашняя схватка дня, на взгляд, судьи? Ну, наверное, 57 килограмм, это у нас был финал, очень интересный, боролся действующий чемпион мира, поэтому тоже очень было классно. Ну, конечно, счет был 1-1, но он, конечно, тактически все отработал и получил. По правилам он все сделал, как должен был, и выиграл при счете минимальном 1-1. Судья может превращаться в болельщика, или во время работы это сложно, или все-таки эмоции захлестывают иногда? Нет. Когда ты на ковре судишь, ты настолько бываешь сконцентрирован на встрече, что ты не можешь, вот мы вчера обсуждали, что так хочется иногда именно смотреть встречу, а не судить. Когда ты судишь, ты не можешь спокойно смотреть, болеть, ну, не болеть, а вот именно на борьбу, да, потому что она же очень интересная, и хочется просто побыть зрителем. Но когда ты на ковре, ты вообще не зритель, там совсем другая работа. Это очень часто тот случай, когда сапожник без сапог. Да. То есть имеющий отношение к борьбе, но наборолась, являет судьей олимпийской категории. На многих Олимпиадах ты судила. Вот из твоей карьеры судейской, олимпийской, какая вот схватка и твоя удача, что ты была свидетелем этой схватки, более того, работала там? Ну, для меня, конечно, именно ту, которую я работала, это был финал Олимпийских игр Рио-де-Жанейро, трехкратная олимпическая чемпионка, и уже будущая олимпийская чемпионка, да, был сумасшедший финал, был очень сильный накал, интересная встреча. Это японка, да? Японка с американкой, да, американка молодая выиграла, были слезы счастья. Я всегда говорю, что у меня есть фотография, где и чемпион, и проигравший, они оба вот в одном и том же положении лежат, и ты никак не поймешь, кто из них победил, и кто вот по этой фотографии никогда не поймешь, кто победил, а кто проиграл. Вот настолько счастье и горе, да, вот этого момента, оно настолько близко, поражение и победа, они очень близки, конечно. Я тоже помню эту встречу, это как раз Марулис и Юшида Саори, да. И я комментировал эту схватку, и сказал свое мнение, когда они в створе стояли и собирались выходить на помост, первая по форме шла американка, и насколько американка была, она аж светилась, она видела, как она будет выигрывать, и как дрогнула Саори. Японки вообще по ним невозможно прочитать, но ты, наверное, схватку тоже смотрела, да, как она дрогнула. Потом смотрела, потом смотрела, а вот когда ты на ковре находишься, не можешь смотреть, и настолько, но это было, конечно, для судей это самое счастливое, когда ты можешь, есть возможность такую встречу отсудить, олимпийский финал, конечно, супер. Ну, вообще, мне, слава Богу, повезло, и я на Олимпиаде была свидетелем многих исторических встреч, и это было, конечно, восхитительно. Ну, а еще какие? Вот яркие самые? Ну, самая такая, одна из ярких, но очень грустных, это, конечно, Гидуев и Езданьи. Это сумасшедшая встреча, накал, молодой, перспективный Езданьи. Кстати, я его судила, когда он был совсем молодой, еще в Якутске, вот, и настолько, очень красивый. Я даже не знаю, там столько было встреч, все исторические, все исторические, очень красивые были встречи. Что нужно сделать, какой путь пройти, чтобы вот начать судить детские соревнования, и, в конце концов, оказаться судьей на Олимпиаде? Ну, начинать судить, хотеть судить, я начинала с самых детских соревнований, у нас трудовых резервов, и судила каждую встречу, начинала с бокового, потом потихоньку, полгода, год, потом на ковер, и вот, вот так вот потихоньку, конечно, начинаешь судить, и вот встреча ко встрече, ты, чем больше ты судишь, тем твоя практика увеличивается, но этого недостаточно, нужно быть не только хорошим судьей, потому что я всегда говорю, что в России очень много хороших судей, и у нас одни из лучших судей мира, потому что у нас борьба другая, у нас чемпионат другой вообще, вот, но нужно еще, конечно, язык нужен, еще нужно уметь знать, знать четко правила, вот это все, оно как бы в комплексе, конечно, дает какой-то результат, я надеюсь. А должен судья до этого сам пройти спортивный путь на ковре и побороться? Мое субъективное мнение, да, я вот всегда говорю, что если человек никогда на ковре не работал, не потел, как я, конечно, не могу сравнить свой опыт там, со многими спортсменами, но ведь не каждый очень хороший, великий тренер является великим, например, спортсменом, это главное, чтобы ты просто знал борьбу, знал, откуда, какой движение, чувствовал борьбу, чувствовал движение, не обязательно быть там, каким-то большим спортсменом, да, бывшим, чтобы быть хорошим судей, это не обязательно, но у нас есть и такие случаи, у нас есть олимпийский арбитр, заслуженный мастер спорта Алексей Сергей Коваленко, поэтому и такие есть, есть у нас великий спортсмен, рязанца Валерий Григорьевич, двукратный олимпийский чемпион, это, конечно, большая удача, когда такие спортсмены приходят в судействие, это, конечно, и опыт, и все вместе, да еще и судья, это, конечно, идеально. А чем объяснить, что в Международной Федерации борьбы есть судьи, которые никогда не боролись? Вы знаете, был какой-то такой момент, сейчас очень мало, вот я даже, вот если вы меня сейчас просите, может быть, из Испании судья, вот странно, какой-то тоненький, высокий, длинный, ушки не ломанные, но он боролся, тем не менее. Может быть, да, может быть, не так боролся, чтобы знали, но он боролся, там один, может быть, два человека, которые вот такие, остальные все судьи, они боролись, все, кто-то по греко-гейски, кто-то по больной, но все основные, вот в Олимпийском, вот в Олимпийской судье, основные все боролись. Вопрос про будущее, но, на, борьба, ну, как мы помним, начиналось, древнее время, не будем вспоминать, были цирковые состязания, потом до войны началось развитие уже, спортивной такой борьбы, международной, обменялись правила, боролись по 15 минут финала, по 10 минут, потом долгий период такой, три периода по 3 минуты, значит, у нас 5 минутки были. Сейчас те правила, которые есть, два дня борются, взвешиваются утром, что очень тяжело, спортсмены жалуются. Будущее борьбы, как ты думаешь, вот, какая должна быть борьба лет через 20-30? Вы знаете, значит, из своего того, что я вот застала, сколько менялись правила, я думаю, что на данный момент они максимально, максимально хороши. Почему? Ну, особенно в вольной борьбе, значит, если спортсмен хочет выиграть, и он борется, он обязательно выиграет. Почему? Потому что сейчас все максимально сделано для атакующего борца. Сейчас очень много изменений произошло. раньше, если вы помните, была встреча, наш знаменитый борец Гацалов боролся в Ташкенте. Там была ситуация, когда он был атакующим, брал на мельницу, заступил, сам заступил с мельницы и проиграл баллы. И, конечно, вот это сразу пересмотрели, поняли, насколько это неправильно. Сейчас ты можешь заступить за ковер, но сделать бросок, и отцепить максимально, дают все, все для атакующего. Поэтому, я надеюсь, будет только лучше и лучше. Но это мы про сейчас. Тем не менее, борьба явно не будет стоять на месте. И вот все-таки, если фантазировать, куда она будет двигаться через 20-30 лет, через 50? Только к олимпийским медалям. Дальше я даже фантазировать не хочу. Я вообще не люблю фэнтези. Вот сама по себе. Я человек сегодняшнего дня. И я думаю, что дай бог, чтобы мы были в олимпийской семье всегда. И наши спортсмены приносили нам золотые медали, как бы правила не менялись, и что бы ни произошло. И по сегодняшнему турниру, в связи с ограничениями, с коронавирусом и так далее, сюда не были допущены, как обычно, ну, все участники, назовем, обычные чемпионаты России, там по 40 человек в весе и так далее. Вот эта форма допуска, когда 16-20 спортсменов где-то при ведении схватки, она интересна, оправдана, или только в этой ситуации это было выгодно? Ну, конечно, в связи с коронавирусом, вы видите, и зал маленький, чтобы меньше было народу, и спортсменов меньше, если вы видите, секундируют по одному тренеру. Мы максимально постарались сделать так, чтобы минимизировать, вот хотя бы в зоне борьбы. А по поводу того, 16, ну, уменьшить, вы знаете, все зависит от отбора, как, как проходит отбор. Если, например, будет как-то много турниров отбора, ну, в будущем, да, много турниров для отбора на чемпионат, а чемпионат будет в уменьшенном составе, то тогда, наверное, это, конечно, хорошо, потому что, например, лидерам не приходится бороться там по 3, по 5, по 6 встреч, ну, чтобы дойти до финала, они меньше устанут, ну, и тут смысл, что, как бы, сильнейшие рейтинги допускаются к чемпионату, вот эта логика, мне кажется, нормальная. Она очень интересна, потому что, вот посмотрите, каждую встречу, начиная с квалификации, и с квалификацией борется Гази Магомедов, чемпион мира, ну, как бы, следовательно, есть уже отбор, есть минимизирование, максимально пришли те, кто, вот это лидеры, на данный момент, там, 16-20 сильнейших, кто участвует на сборах, кто попадает на этот сбор, тоже очень хороший вариант, да, судьи вообще идеальные. Ну, что ж, хорошего дня. Спасибо вам большое.